Сергей Михалков, дядя Стёпа. Читает Павел Беседин. В доме 8, дробь 1, у заставы Ильича, жил высокий гражданин по прозванию Каланча, по фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов, самый главный великан. Уважали дядю Стёпу за такую высоту. Шёл с работы дядя Стёпа. Видно было за версту. Лихо милили шаги, две огромные ноги сорок пятого размера. Покупал он сапоги. Он разыскивал на рынке величайшие ботинки. Он разыскивал штаны небывалой ширины. Купит с горем пополам, повернётся к зеркалам. Вся портновая работа разъезжается по швам. Он через любой забор с мостовой глядел во двор. Лай собаки поднимали. Думали, что лезет вор. Брал в столовой дядя Стёпа для себя двойной обед. Спать ложился дядя Стёпа. Ноги клал на табурет. Сидя книги брал со шкафа. И не раз ему в кино. Говорили, сядьте на пол. Вам, товарищ, всё равно. Но зато на стадион проходил бесплатно он. Пропускали дядю Стёпу. Думали, что чемпион. От ворот и до ворот знал в районе весь народ, где работает Степанов, где прописан, как живёт. Потому что всех быстрее, без особенных трудов, он снимал ребятам змея с телеграфных проводов. И того, кто роста мал, на параде поднимал, потому что все должны видеть армию страны. Все любили дядю Стёпу, уважали дядю Стёпу. Был он самым лучшим другом всех ребят со всех дворов. Он домой спешит с Арбата. «Как живёшь?» – кричат ребята. Он чихнёт. Ребята хором. «Дядя Стёпа, будь здоров!» Дядя Стёпа утром рано. Быстро вскакивал с дивана. Окна Настя открывал. Душ холодный принимал. Чистить зубы дядя Стёпа никогда не забывал. Человек сидит в седле. Ноги тащит по земле. Это и едет дядя Стёпа по бульвару на осле. «Вам!» – кричат Степану люди. «Нужно ехать на верблюде!» На верблюде он поехал. Люди давятся со смеха. «Эй, товарищ! Вы откуда? Вы раздавите верблюда! Вам при вашей вышине нужно ехать на слоне!» Дядя Стёпе две минуты остаётся до прыжка. Он стоит под парашютом и волнуется слегка. «А внизу народ хохочет! Вышка с вышки прыгать хочет!» «В тир! Под низенький навес! Дядя Стёпа еле влез! Разрешите обратиться! Я за выстрелы плачу! В этот шар и в эту птицу я прицелиться хочу!» А глядев с тревогой тир, говорит в ответ кассир. «Вам придётся на колени, дорогой товарищ, встать! Вы же можете мишени без ружья рукой достать!» До утра в аллеях парка будет весело и ярко, Будет музыка греметь, будет публика шуметь. «Дядя Стёпа просит кассу! Я пришёл на карнавал! Дайте мне такую маску, чтоб никто не узнавал!» «Вас узнать довольно просто!» Раздаётся дружный смех. «Мы узнаем вас по росту! Вы, товарищ, выше всех!» «Что случилось? Что за крик?» «Это тонет ученик! Он упал с обрыва в реку! Помогите человеку!» На глазах всего народа дядя Стёпа лезет в воду. «Это необыкновенно!» Все кричат ему с моста. «Вам, товарищ по колено!» Все глубокие места. Жив, здоров и невредим, мальчик Вася Бородин. Дядя Стёпа в этот раз Утопающего спас. За поступок благородный Все его благодарят. «Попросите что угодно!» Дяде Стёпе говорят. «Мне не нужно ничего! Я задаром спас его!» Паровоз летит, гудит, Машинист вперёд глядит, Машинист у полустанка Качигару говорит. «От вокзала до вокзала Сделал рейсов!» Я немало, но готов идти на спор. «Это новый семафор!» Подъезжаю к семафору. «Что такое за обман?» «Никакого семафора!» «У пути стоит Степан!» Он стоит и говорит. «Здесь дождями путь размыт!» Я нарочно поднял руку Показать, что путь закрыт. «Что за дым над головой?» «Что за гром по мостовой?» «Дом пылает за углом!» «Сто зевак стоят кругом!» «Ставит лестницы команда!» «От огня спасает дом!» «Весь чердак уже в огне!» «Бьются голуби в окне!» «На дворе в толпе ребят Дяди Степи говорят» «Неужели вместе с домом Наши голуби сгорят?» Дядя Степа с тротуара достает до чердака Сквозь огонь и дым пожара тянется его рука Он окошко открывает Из окошка вылетают восемнадцать голубей А за ними воробей Все Степану благодарны Спас он птиц И потому стать немедленно пожарным Все советуют ему Но пожарникам в ответ Говорит Степанов «Нет!» «Я на флот служить пойду Если ростом подойду В коридоре смех и шепот В коридоре гул речей В кабинете дядя Степа На осмотре у врачей Он стоит Его нагнуться просит вежлива сестра Мы не можем дотянуться Объясняют доктора Все от зрения до слуха Мы исследуем у вас Хорошо ли слышат ухо Далеко ли видит глаз Дядю Степу осмотрели Проводили на весы И сказали «В этом теле сердце бьется, как часы Рост велик Но ничего Примем в армию его» Но вы в танкисты не годитесь В танки вы не поместитесь И в пехоту негодны Из окопа вы видны С вашим ростом в самолете Неудобно быть в полете Ноги будут уставать Вам их некуда девать Для таких, как вы, людей Не бывает лошадей А на флоте вы нужны Послужить и для страны Я готов служить народу Раздается Степин бас Я пойду в огонь и в воду Посылайте хоть сейчас Вот прошли зима и лето И опять пришла зима «Дядя Степа, как ты? Где ты?» Нету с моря нам ответа Ни открытки, ни письма И однажды мимо моста К дому 8, дроп 1 Дядю Степиного роста Двигался гражданин Кто? Товарищ и знаком С этим видным моряком Он идет Скрипят снежинки У него под каблуком В складку форменные брюки Он в шинели под ремнем В шерстяных перчатках руки Якоря блестят на нем Вот моряк подходит к дому Всем ребятам незнакомый И ребята тут ему говорят «А вы к кому?» Дядя Степа обернулся Поднял руку к козырьку И ответил «Я вернулся!» Дали отпуск моряку Ночь не спал Устал с дороги Не привыкли к сушеноге Отдохнул Надену китель На диване полежу После чая Заходите С той истории расскажу Про войну и про бомбежку Про большой линкорн Марат Как я ранен был немножко Защищая Ленинград И теперь горды ребята Пионеры октябрята Что знакомы с дядей Степой С настоящим моряком Он домой идет с Арбата «Как живешь?» Кричат ребята И теперь зовут ребята Дядю Степу Маяком Субтитры создавал DimaTorzok